Ион Тихий Ион Тихий, космический пилот. Звездные дневники. По мотивам Станислава Лена. Меня зовут Ион Тихий. Я космический пилот, галактический дипломат, окрыватель и герой космоса. Во вторник 22 сентября я летел на своей ракете с самой большой скоростью. Я спешил на важную встречу. У меня было немного времени, я не мог остановить ракету ни на минуту. Но на обед я хотел съесть приличный омлет. Поэтому я должен был придумать, как одновременно готовить на кухне и рулить. Это было довольно неплохо. Неплохо. Ион Тихий Космический товарищ. Встреча должна была состояться на планете Экман. Я должен был туда прибыть пунктуально. Дорога была еще далека, поэтому я летел днем и ночью. Меня раздражала мысль, что я мог опоздать. Космический товарищ. Космический товарищ. Космический товарищ. Инспекция. Инспекция! В этот вечер я решил, что так дальше продолжаться не может. Я принял мужское решение, что построю себе помощь электронного товарища, чтобы я в ракете не должен был все делать сам. В поздней ночи я разрабатывал оптимальное техническое решение. Мне было страшно интересно, будет ли работать машина. Вы не могли бы немного отрегулировать мой прием. Мне было интересно, как он выглядит. Я надеялся, что если чуть-чуть повезет, он будет напоминать знаменитого физика и будет очень умным, таким как я. Кто вы такой? Кто я? Кто я такой? Это же моя ракета! Я Ион Хихи. Я твой шеф. Ну ладно, шеф Тихий. Вы могли бы что-нибудь с этим сделать? Сейчас проверю. Моя колбаса? Я ее обыскался. Ну а мой прием? Поправить прием сразу? Это будет твоим первым заданием. На, держи. Ну я и осел. Голографическая картинка не может ничего удержать в руке. Не может также, конечно, взять на себя управление ракетой. Но я быстро решил эту проблему. Пойди сюда. Смотри на дорогу, в которой летит ракета. Если появится какое-нибудь препятствие, разбудишь меня. Понимаешь? Такое у меня задание. Понимаю, господин Тихий. Так следи, чтобы я мог спокойно спать. Слежу, чтобы вы могли спокойно спать. Итак, с помощью аналоговой галлюцинеллы я смог, наконец, вздремнуть. Я слежу, если что-то произойдет, гужу шефа Тихого. Нет. Слежу, чтобы шеф Тихий спал. Слежу, чтобы шеф Тихий спал. Что происходит, господин Тихий? Какой прекрасный вид. Очень красивый. У тебя что, предохранитель перегорел? У нас проблема. Он вылез из кухонного шкафа. Да потому что обычно он пылесос. Но ты включила кнопку инспекции. Ну да. Получу ли я новое задание, господин Тихий? Что? Не вернуться к старому заданию. Как ты ведешь ракету? У меня была проблема. Это был автоматический робот для тихосмотра ракеты. Занудный служака. И одновременно беспокойно трусливый. Тихий слушает. Господин Тихий был активирован механизм инспекции ракеты. Это сделала вот та там. Теперь следует провести осмотр. Поэтому направляю нас в мастерскую. Что ты бредишь? С ума сошел? Лезь обратно в шкаф. Я тебя вытащу, когда захочу пропылесосить ракету. Нет, нет, я не буду больше пылесосом в шкафу. Теперь ракета будет подвергнута дорогостоящему осмотру. Но ракета в хорошем состоянии, не требует осмотра. Это только иллюзия, господин Тихий. Осмотр обязателен. Не буду я делать осмотр, это наглость. Дорогостоящий осмотр, это наглость. И лапы прочь от руля. Я спешу навстречу. Я сказал тебе, лапы прочь от руля. Я же говорил, что ракета требует осмотра. И что ты сделал с рулем? Действительно, ракета летает... Ты виноват. Из-за тебя мы разбились. Ну, пожалуйста. Прошу глупый пылесос хочет остаться на чужой планете, пусть остается. Господин Тихий? Мы налетели на какой-то препятствии. Что? Что-то пересекло нашу траекторию. Просыпайтесь, пожалуйста. Я получу теперь новое задание, господин Тихий. Я сделала что-то не так? Я понятия не имел, в каком забитом досками уголке Млечного Пути разбилась моя бедная ракета. Надо было бы быстрее отсюда выбираться. Но я сразу понял, что не получится. Робот-воришка убежал и забрал ключ от пульта управления. Теперь стало все ясно. Я попал на планету Торков, очень опасную, из-за курдли. И тут появилась серьезная проблема. Ключ от ракеты был проглочен зверем вместе с роботом. Я отправился в библиотеку, чтобы заглянуть в космическую энциклопедию. Я в ней нашел странную инструкцию. Охота на курдли. Подсказки для чужеземцев. В качестве промыслового зверя курдль представляет высочайшие требования как к личным качествам, так и к охотничьему снаряжению. Курдль в процессе эволюции приспособился к метеоритным осадкам, создав непробиваемый панцирь. Поэтому на курдли охотятся изнутри. Для охоты на начальной стадии необходимы зеленый лук, грунтовочная паста, перец, соль и грибной соус. В стадии самой охоты обязательно бомба с часовым механизмом. Подготовка на месте. На курдле всегда охотятся с живой приманкой. Охотник сначала намазывается грунтовочной пастой, после чего обильно поливается грибным соусом. И, наконец, посыпается мелко накрошенным зеленым луком. Теперь остается только крепко схватить бомб и ждать дикого курдля. Голодный курдль обычно голодает сразу. Но если... Нужно, когда приблизится, нужно сохранять спокойствие. Если курдль не желает брать, можно его для поощрения слегка похлопать по языку. Когда охотник, находящий уже внутри, может активировать бомбу. На что это похоже? Я должен немедленно тут пропылесосить, а потом провести дорогостоящий осмотр курдля. Отдавай ключ от ракеты. Сейчас же, без разговоров. Нет, галлюцинелла активировала инспекцию. Я имею право провести осмотр. Галлюцинелла еще не совсем готова. Она еще новенькая на борту. Понимаю, господин Тихий сам ее смастерил. Она функционирует прекрасно. Уж получше, чем ты, дурной пылесос. Что ты себе думаешь, зачем я сюда пришел? Курдль остановился. Отдай мне ключ. Теперь поджигаю бомбу. А я мне делать осмотр. Инспекция! Пылесосы. Курдль. К счастью, вредный дурной робот выплюнул ключ от ракеты. Если поспешу, может еще успею навстречу. А где господин пылесос? А, проводит дорогостоящий осмотр Курдля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом я придумал занятие для галлюцинеллы. О том говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе инсинуации, будто я пытаюсь слабость к алкоголю и тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному богу известно, какие еще сплетни распространяли. Но таковы уж люди. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. Субтитры создавал DimaTorzok